Большое спасибо за то, что пригласили нас в ваш прекрасный город и для того, чтобы рассказать вам немного о моей работе, о онкохирургии. У меня опыт работы в этой деятельности составляет около 20 лет, как минимум. В Швеции был проведен целый ряд исследований на протяжении последних лет. У нас существует группа по радиотерапии под названием Арцкан. В исследовании участвуют некоторые университетские клиники, а также некоторые клиники, не привязанные к университетам. Начинали мы с радиотерапии, затем с радиохимиотерапии и после этого усиливали интенсивность лечения и занимались несколько проблемами, связанными с вирусом ВПЧ. Начну с данных исследований Арцкан, где пациентам проводилась только радиотерапия. Общая дозировка составляла 68 Грэй, по 2 Грэй ежедневно. И, кроме того, пациентам назначалась радиотерапия с последующим бустом. И здесь ошибка на слайде, потому что терапия проводилась пациентам не два раза, а пять раз в неделю. И с 2008 года в исследовании приняло участие 780 пациентам. И мы получили результаты, что использование буста дает более лучшую выживаемость. Основные локализации – гордань, горданоглотка, ротовая полость, ротоглотка. И результаты допускали некоторую область перекрывания. Мы перестали с течением времени отказаться от запутствующей радиотерапии для пациентов. Это было хорошо, потому что прием терапии два раза в день создавал опасность повышенной токсичности у пациентов. И в ходе исследования мы пытались провести оптимизацию наших методов лечения. И проводили терапию, радиотерапию два раза в неделю и пять раз в неделю. И мы понимали, что, разумеется, возможно, какие-то праздничные дни, выходные, прекращение терапии на это время. Разумеется, существовали какие-то различия между пациентами с опухолями различной локализации. Лучшие результаты были получены для пациентов с урофаренгельной опухолью. Исследование ARTSCAN-2 представляло собой рандомизированное исследование фазы 3, когда пациентам проводилась радиотерапия в при- и постоперационный период. Пациенты имели операбельную опухоль в родовой полости. И в исследовании приняло участие 3-4 сотни пациентов, 300-400 пациентов. И в плане выживаемости между ними никаких различий существенных не наблюдалось. То есть химиорадиотерапия в Швеции проводится в течение длительного времени. Было время, когда радиотерапия была единственным стандартом, единственной возможной опцией. Почему так долго не вводилась химиорадиотерапия? Разумеется, это было связано с менее благоприятным профилем токсичности. И, конечно, химиорадиотерапия использовалась из соображений органов сбережения. Мы поняли, что, разумеется, в этой сфере необходимо проводить более интенсивные научные исследования и более тщательно подходить к селекции, к отбору пациентов. И на протяжении нескольких лет в Швеции проводилось, подготавливалось и проводилось такое исследование, которое называется ARDS-CAN3. И в рамках этого исследования, мультицентрового исследования фазы 3, сопоставлялись пациенты, получавшие радиотерапию совместно с химиотерапией. И использовались две схемы на основе цитоксимаба и цисплотина. Пациенты проходили рандомизацию. Одни из них получали облучение в довольно высокой дозировке до 70 грей. В исследовательской группе, в исследуемой группе проводился анализ в ходе исследования. Исследование было прекращено после того, как объем выборки составил 235 пациентов. И пациентам назначался цисплотин, за исключением тех случаев, когда у пациентов наблюдалась недолерантность к данному препарату. Кроме того, нами было проведено еще одно исследование. Исследование Акробат, перспективное исследование фазы 2, когда пациентам назначалась неодиуантная терапия по схеме ТПФ, предшествующая биорадиотерапия. И исследование не проводило изделения по ВПЧ-статусу. Исследование проводилось пациентам независимо от ВПЧ-статуса. ВПЧ-статус как раз не имел решающего значения при выборе терапии в данном случае. И исследование проводил Клаус Маркер. И многие из здесь присутствующих специалистов. И в целом... В целом выживаемость была довольно хорошая. В какой-то момент, в какой-то год она составляла 93,5%. И пациенты получали химиотерапию с дископлотином и доситоксилом. Пациенты, получавшие доситоксил, получали облучение в объеме 2 грей в день. И, кроме того, данные пациенты получали брахиотерапию. То есть курс лечения, курс терапии был довольно интенсивным. Исследование Акробат-2 проводилось с участием пациентов с положительным ВПЧ-статусом. И назначать ли в таких случаях неодиевантную терапию или нет, это длинная дискуссия. Но в данном случае мы проводили рандомизацию среди пациентов с очень запущенными, с очень стадиями опухоли. Задались вопросом, проводить ли им неодиевантную терапию или нет. И были получены довольно интересные результаты. Даже пациенты с положительным ВПЧ-статусом имели очень хорошие прогнозы. Проблема стояла, конечно, сохранялась по поводу отдаленных метастазов. Но, тем не менее, эта проблема была не настолько острой, как мы предполагали, потому что нам всегда говорили, что если вы не достигли полной ремиссии, вы не вылечили пациента. Но, к сожалению, у нас были какие-то случаи поздних рецидивов с отдаленными метастазами. И этот вопрос, конечно, необходимо было решить, его необходимо было исследовать. Поэтому вопрос химиотерапии, неодиевантная химиотерапия еще требует своего решения. Кроме того, мы принимали участие в исследовании ArtForce, где применялась очень современный метод радиотерапии. Внешняя так называемая радиотерапия проводилась бустирование пациентам по методу с использованием ПЭТ-терапии. И в этом исследовании, это исследование еще продолжается, оно еще идет. И мы посмотрим, насколько эффективным является предлагаемая исследуемая стратегия лечения. И, конечно, всегда есть возможность для роста, для того, чтобы сделать больше. И, разумеется, мой коллега сегодня поделится с вами тем, какие результаты были получены в этой области. И мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы как можно меньше навредить пациенту, принести ему как можно большую пользу. Мы исследуем вопросы о протоновой терапии. И еще несколько комментариев по поводу рецидивирующего и метастазирующего плоскоклеточного рака головы и шеи. Химиотерапия, тем не менее, является стратегией выбора для многих пациентов. Мы проводили исследования с использованием цитоксимаба и цитоксимаба против схемы на основе цитоксимаба в комбинации с баклитоксалом и карбоплотином. И результаты были довольно много обещающие. Это стандартная схема. А вот это терапия, которая назначается с токсаном, схема с токсаном. И цитоксимаб в комбинации. Большое спасибо за ваше внимание. Есть ли у вас вопросы? Первый вопрос связан с протоновой терапией. Есть ли какие-то значительные преимущества протоновой терапии по сравнению, например, с CPRP-бустом в рамках данного протокола? Ну, с точки зрения побочных эффектов, конечно, преимущества есть. И Миккель нам расскажет об этом несколько подробнее. Какие-то преимущества, конечно, имеются. Но в большинстве случаев тут все решает время. Время должно показать, насколько эффективной является данная терапия. Еще одна проблема – это отдаленное метастазирование и отсроченный рецидив. Есть ли какие-то моменты, связанные с протоколом исследования? Ранее, несколько лет тому назад, местный контроль – это действительно был проблемой. Сегодня мы сильно продвинулись в этом направлении, и мы контролируем заболевания, мы обеспечиваем контроль за заболеванием. Но, тем не менее, у многих пациентов все-таки наблюдаются отдаленные, отсроченные рецидивы, что указывает на недостатки системной терапии. И очень сложно определить, когда назначать системную терапию, когда нет. А вы назначаете неодевантную химиотерапию? Мы делаем это довольно часто, но не в контексте научных исследований, а в связи с тем, что у нас есть определенный лист ожидания. Нашим пациентам приходится назначать неодевантную терапию для того, чтобы они получали какое-то лечение на период ожидания интервенции. Да, у пациентов действительно наблюдается значительное улучшение самочувствия при приеме неодевантной терапии. Мы не видим никаких проблем с неодевантной терапией, мы ее поддерживаем. Мы одобряем это не потому, что нас привлекает эта стратегия, но в силу каких-то организационных моментов. Да, то есть таким образом неодевантная терапия должна, ну и разумеется, терапия должна начинаться как можно раньше. Спасибо. 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 Спасибо.